Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В данном уроке также очень важная тема, то есть когда вместе обычный глагол и глагол «to be» в отрицании. Здесь также очень часто ошибаются. Смотрите, как мы скажем. «Я не на работе сейчас». Здесь глагола нет, поэтому необходимо использовать форму глагола «to be». «Я не будет» — «I'm not» — «на работе», «at work», «сейчас», «now». «Я не на работе сейчас», «I'm not at work now». «I'm not at work now». А вот смотрите, другой пример. «Я не работаю каждый день». Здесь есть глагол, а когда глагол, отрицание с помощью «don't» или «doesn't». «Я не работаю», «I don't work» — «каждый день», «every day». «Я не работаю каждый день», «I don't work every day». «I don't work every day». Итак, «я не на работе сейчас», «I'm not at work now». «Я не работаю каждый день», «I don't work every day». Далее, смотрите. Как мы скажем, «Он не чувствует себя счастливым». «Чувствовать» — это глагол «feel». Есть глагол «he», поэтому отрицание с помощью «doesn't». Получается, «он не чувствует себя». «He doesn't feel счастливым». «Happy». «Он не чувствует себя счастливым». «He doesn't feel happy». «He doesn't feel happy». «Хорошо». А как мы скажем с вами с помощью отрицания «он несчастлив»? «Он не…» «He isn't счастлив». «Happy». «Он несчастлив» в отрицании «he isn't happy». «He isn't happy». «Он не чувствует себя счастливым». «He doesn't feel happy». «Он несчастлив». «Он несчастлив» в отрицании будет «he isn't happy». «Хорошо». Как мы скажем «Она не здесь». Видите, здесь глагола «нет», поэтому используем форму глагола «to be». «Она не…» «She isn't здесь here». «Она не здесь». «She isn't here». «She isn't here». «Хорошо». «Хорошо». «А как мы скажем?» «Она не живет здесь». «Здесь есть глагол «она», поэтому отрицание с помощью «doesn't». «Она не живет». «She doesn't live здесь here». «Она не живет здесь». «She doesn't live here». «She doesn't live here». «Она не здесь». «Она не здесь». «She isn't here». «Она не живёт здесь». She doesn't live here. Хорошо. Как сказать? Это не кажется трудным. Это не кажется. It doesn't seem трудным. Difficult. Это не кажется трудным. It doesn't seem difficult. It doesn't seem difficult. А вот другой пример. Смотрите. Это не трудно. Глагола нет. Используем форму глагола to be. Это не. It isn't. Трудно. Difficult. Это не трудно. It isn't difficult. Да, мы с вами умолчали использовать слово difficult. It isn't difficult. Итак. Это не кажется трудным. It doesn't seem difficult. Difficult. Это не трудно. It isn't difficult. It isn't difficult. Смотрите. Как мы скажем, это не одно и то же. Видите, глагола нет. Поэтому это не будет. It isn't. It isn't. А вот фраза одно и то же, или так же переводится как одинаково, это фраза the same. The same. То есть получается это не. It isn't. Одно и то же. The same. It isn't the same. То есть да, здесь нужно использовать именно эту фразу. То есть то еще выражение. It isn't the same. Хорошо. Как сказать? Это не выглядит одинаково. Видите, глагол есть. Поэтому получается, это не выглядит. It doesn't look одинаково. Это опять же выражение the same. The same. Это не выглядит одинаково. It doesn't look the same. It doesn't look the same. Да, по умолчанию здесь используем именно это выражение. The same. Очень часто на самом деле используется. Итак, это не одно и то же. It isn't the same. Это не выглядит одинаково. It doesn't look the same. Как сказать? Это неинтересно. Да, так же по умолчанию говорим в отрицании. Это не. It isn't интересно. Interesting. Это неинтересно. It isn't interesting. It isn't interesting. А вот другой пример. Смотрите. Это не интересует меня. Интересовать – это глагол interest. А раз глагол, то ставится или же don't, или doesn't. Это it. Поэтому doesn't, it doesn't, интересует, интересует, interest, меня, me. It doesn't, it doesn't, interest, me. И да, мы с вами помним, что в отрицании в вопросах s добавлять не нужно. Что doesn't уже берет на себя вот эту s. Получается, это не интересует меня. It doesn't, it doesn't, interest, me. It doesn't, interest, me. То есть, получается, это неинтересно. It isn't, it doesn't, it doesn't, interest, me. Отлично. А как будет «он не старый»? Он не «he isn't старый»? Он не старый? He isn't old. Он не выглядит старым. Видите, здесь есть глагол «look», поэтому «он не», «he doesn't», «he doesn't», «выглядит», «look», «he doesn't look», «старым», «older», «he doesn't look», «older». Итак, «он не старый», «he isn't older», «он не выглядит старым». А как сказать «он не учится», «он не», «he doesn't», «учится», «study», «он не учится», «he doesn't», «study», «he doesn't», «study», «he doesn't», «study». Скажем по-другому, «он не студент». Видите, здесь нет глагола, поэтому «он не» будет «he isn't», «студент», «да» и далее обязательно именно с артиклем. То есть не просто «student», а «a student», «a student», «on не студент», «he isn't a student», «he isn't a student». То есть «он не учится», «he doesn't study», «он не студент», «he isn't a student». Далее необходимо дать очень важное пояснение. Смотрите. С глаголами, такими как «be», «to be, seem», «казаться», «look», «выглядеть», необходимо использовать именно прилагательное. То есть формула «be, seem», «look» плюс прилагательное. Смотрите. Мы хотим сказать. Я вижу, что это не кажется таким легким. Мы говорим. Я вижу, что... Это будет «I see that». Это не кажется. Есть глагол seem, поэтому это не кажется будет «it doesn't seem» таким легким. So easy. Получается. I see that. It doesn't seem so easy. Но смотрите. По-русски можно сказать «это не кажется так легко». Но смотрите. По-английски будет то же самое. То есть смысл в том, что seem используется именно прилагательное, то есть только слово easy. Можем сказать «таким легким», «так легко», но по-английски правильно только так. So easy. Получается. «Я вижу, что это не кажется так легко». I see that it doesn't seem so easy. Хорошо. Скажем по-другому. Я вижу, что это не так легко. Я вижу, что... I see that это не так легко. В этой части глагола нет, поэтому необходимо использовать форму глагола «to be». Это не «it isn't так легко» – «so easy». Именно слово easy, здесь именно прилагательное – easy. Я вижу, что это не так легко. I see that it isn't so easy. I see that it isn't so easy. Еще раз, смотрите. Я вижу, что это не кажется так легко. I see that it doesn't seem so easy. Я вижу, что это не так легко. I see that it isn't so easy. Также мы сейчас с вами разберем более сложные моменты. Смотрите, как сказать «я не устал». Помните, мы говорили, что здесь необходимо использовать слово «tied». «Tied» – устал. Но также необходимо помнить, что «tied» – это прилагательное в английском языке «a», поэтому здесь необходимо использовать форму глагола «to be». Получается «я не устал», «I'm not» – устал, «tied». «I'm not tired». В принципе, дословно можно перевести как «я не уставший» или «я не устал», но факт есть факт, что мы смотрим именно на часть речи в английском языке. А «tied» – это прилагательное, поэтому получается «I'm not tired». «I'm not tired». Хорошо, как сказать «я не очень устал»? «Я не» – «I'm not» – «очень устал», «very tired». Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Также мы с вами сейчас рассмотрим более сложный случай. Смотрите, как сказать «я не боюсь этого». Мы с вами помним, что «afraid» в английском – это именно прилагательное «afraid», поэтому здесь используем формулу глагол «to be». Получается «я не боюсь», «I'm not afraid», «I'm not afraid», «I'm not afraid», «а вот как сказать этого?» Нужно запомнить фразу «afraid of», «afraid of» – это бояться чего-то, кого-то, то есть грамматически. То есть грамматически здесь необходимо ставить именно предлог «of», «afraid of». Поэтому получается «я не боюсь этого», «я не боюсь», «I'm not afraid» этого, «of it», «afraid of it», «I'm not afraid of it», «I'm not afraid of it». Отлично. Как сказать «он говорит, что он не боится». Итак, помним, «говорить что-то» – это «say». «Он говорит» не просто «he say», а «he says». «He says» – что «he says that» – «он не боится». В этой части нет глагола, потому что «afraid» в английском – это прилагательное, и будет «он не боится». «He isn't afraid». «He isn't afraid». «Он говорит, что он не боится». «He says that» – «he isn't afraid». «He says that» – «he isn't afraid». «Хорошо». «Как мы скажем?» «Она говорит мне, что она не боится». «Смотрите». «Сказать кому-то», «говорить кому-то» – это именно «tell». То есть, да, когда есть указание «кому», необходимо использовать глагол «tell». То есть «она говорит мне» будет «she». «She». Не просто «tell», а «tells» мне «me». «She tells me» – что? «That». «She tells me that» – «она не боится». Видите, в этой части глагол «нет». В английском, да, «она не боится». «Afraid» – это прилагательное, поэтому будет «she isn't afraid». «She isn't afraid». Все вместе. «Она говорит мне, что она не боится». «She tells me that she isn't afraid». «She tells me that she isn't afraid». Хорошо. А как сказать по-английски «я не согласен»? Скажем с помощью отрицания. Здесь необходимо использовать слово «agree». «Agree». А мы помним, что «agree» в английском – это глагол «agree». Поэтому здесь думаем, что использовать или «don't» или «doesn't». «Я I» – значит «don't». «I don't» – согласен. «Agree». «Я не согласен»? «I don't agree». «Я не согласен»? 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 Я не согласен с ним. I don't agree with him. Хорошо. Как будет по-английски? Это не стоит этих денег. Да, используем глагол cost. Это не стоит. It doesn't cost этих денег. Деньги по-английски будут money. И необходимо помнить, что money в английском это единственное число, поэтому этих денег будет this money. Это не стоит этих денег. It doesn't cost this money. Скажем по-другому. Также с помощью отрицания. Это небольшие деньги. Глагола нет, поэтому это не будет it isn't большие деньги. Большие big деньги money. Помню, что money неисчисляемое в английском, поэтому здесь артикль не ставится. То есть фраза просто big money. Большие деньги. Big money. Это небольшие деньги. It isn't big money. It isn't big money. То есть, это не стоит этих денег. It doesn't cost this money. Это небольшие деньги. It isn't big money. Как мы скажем? Это не ошибка. Это не... It isn't... И ошибка. Не просто mistake, а говорим с артиклем. A mistake. Это не ошибка. It isn't a mistake. It isn't a mistake. Скажем по-другому. Это не кажется ошибкой. Это не кажется... It doesn't seem... Ошибкой. Также говорим с артиклем. Не просто mistake, а a mistake. Это не кажется ошибкой. It doesn't seem... It doesn't seem... A mistake. Это не ошибка. It isn't... A mistake. Это не кажется ошибкой. It doesn't seem... A mistake. Как сказать... У меня нет времени сейчас. У меня нет. Это конструкция «я не имею». До 10 глагол. Поэтому «я не имею» будет... I don't have... Времени будет... Time. Артикль не нужно ставить, потому что time — это несчисляемое. I don't have time... Сейчас... Now. I don't have time now. I don't have time now. Я не занят. The busy — это занят, это прилагательное. Глаголы «нет» ставятся в форму to be. Я не... I'm not... I'm not... Занят... Busy. I'm not busy. I'm not busy. У меня нет... У меня нет... Времени... Сейчас... I don't have... Time... Now. Я не занят... I'm not... Busy. Так же мы с вами сейчас разберем более сложные предложения. Смотрите, как сказать. Он говорит... Это недорого. Итак, помним, говорить что-то — это say. Он говорит... Будет... He says... He says... Это недорого. В этой части глагола нет, поэтому необходимо использовать форму глагола to be. Это не... It isn't... Дорого... Expensive. It isn't expensive. Да, видите, здесь какой-то момент, что с формулой to be необходимо использовать именно прилагательное. Поэтому, да, используем именно expensive. Получается, он говорит... Это недорого. He says... It isn't expensive. He says... It isn't expensive. Хорошо. А как мы скажем? Она говорит, что она не платит за это. Так же, видите, говорить что-то — это say. Она говорит... She says... Что... That... She says... That... Она не платит за это. В этой части есть глагол. Поэтому отрицание, когда глагол с помощью don't или doesn't. Раз she, значит doesn't. She doesn't... Платит. Pay. Глагол как есть. As не добавляем в отрицании и вопросе. Потому что doesn't уже берет на себя это as. Получается, она не платит. She doesn't pay за это. Устающая фраза платить за — это pay for. Pay for. Платить за. Pay for it. Платить за это. Pay for it. Pay for it. Получается... She doesn't pay for it. She doesn't pay for it. Она говорит, что она не платит за это. She says... That... She doesn't pay for it. She says that... She doesn't pay for it. Итак, повторим. Он говорит это недорого. Она говорит, что она не платит за это. She says... That... She doesn't pay for it. Как правильно сказать? Это не стоит так много денег. Используем глагол cost. It doesn't cost... It doesn't cost... It doesn't cost... Так много денег. Это будет... So much money. So much money. Да видите, когда неисчисляемое... Это здесь money... То ставится именно much. Получается фраза, например, так много денег... So much money. So much money. Так много времени. Время это неисчисляемое, поэтому будет так много времени. So much time. So much time. Итак, фразы... So much money. So much time. Получается, это не стоит так много денег. It doesn't cost... It doesn't cost... So much money. It doesn't cost... So much money. Скажем по-другому. Это не бесплатно. Глаголы нет, поэтому это не будет... It isn't... Бесплатно... Free. Это не бесплатно. Это не стоит так много денег. It doesn't cost... So much money. Это не бесплатно. It isn't free. Сейчас мы с вами отработаем также более сложные случаи. Смотрите, как мы скажем. Я не думаю, что это лучше. Итак, фраза «я думаю, что» будет... I think that. I think that. Я не думаю, что... I don't think that. I don't think that. Это лучше. В этой части глагола нет, поэтому используем форму глагола to be. Это лучше будет... It's better. It's better. Все вместе. Я не думаю, что это лучше. I don't think that it's better. I don't think that it's better. Хорошо. А как сказать? Это не кажется лучше. Это не кажется... It doesn't seem лучше. It doesn't seem better. Это не кажется лучше. It doesn't seem better. It doesn't seem better. Я не думаю, что это лучше. I don't think that it's better. Это не кажется лучше. It doesn't seem better. Далее мы с вами также построим предложение с помощью отрицания. И скажем... Это неэффективно. Это не... It isn't... И эффективно будет как... Видите, здесь необходимо с формы to be использовать именно прилагательное. Поэтому достоинно получается эффективный. Это слово... Effective. Effective. It isn't effective. It isn't effective. Это не кажется таким эффективным. Это не кажется... It doesn't seem... Таким... So... Эффективным. Effective. It doesn't seem so effective. Смотрите, также по-русски можно сказать... Это не кажется так эффективно. Но по-английски будет так же, потому что, помню, что seem необходимо использовать именно прилагательное. Поэтому здесь будет также по-английски... It doesn't seem so effective. It doesn't seem so effective. Получается... Это неэффективно. Говорим с помощью отрицания. It isn't... Effective. Это не кажется таким эффективным. It doesn't seem so effective. Полезно также использовать более сложную лексику. Например, смотрите. Как сказать... Это не кажется срочным. Срочный по-английски будет... Urgent. 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 Это не кажется... It doesn't seem... Срочным. Urgent. It doesn't seem urgent. Смотрите. По-русски мы можем так же сказать... Это не кажется срочно. Но по-английски... Seem... Необходимо использовать именно прилагательное... Срочное дословно. Urgent. Поэтому да, мы говорим именно urgent. Просто urgent. It doesn't seem urgent. Urgent. Хорошо. Как будет? Это не срочное. Это не... It isn't... Срочное. И далее также используем именно прилагательное срочный. Это будет urgent. Urgent. It isn't urgent. It isn't urgent. Это не кажется срочным. It doesn't seem urgent. Это не срочно. It isn't urgent. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи! Bye-bye!